Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Парламентский вестник» в студии Улубий Эрбалатов. 20 декабря состоялась очередная 15-я сессия Народного собрания Республики Дагестан. Открыл и вел сессию спикер Дагестанского парламента Хизри Шихсаидов. Вначале традиционно выступили представители парламентских фракций по вопросам, волнующим население республики. Так, член фракции Коммунистическая партия Российской Федерации Ахмед Наби Магомедов посвятил свое выступление защите прав потребителей в нашей республике. От фракции «Справедливая Россия» слово было предоставлено Мураду Пайзулаеву. Тема его выступления стали вопросы кредитования малого и среднего бизнеса, а также развития банковской сферы Дагестана. Член фракции «Единая Россия» Амирхан Амирханов посвятил свое выступление вопросам экологии. По мнению депутата, одной из важнейших проблем является сохранение уникальной экосистемы Каспийского моря. Затем сессия приступила к рассмотрению вопросов повестки дня. Ко второму чтению были представлены два законопроекта о внесении изменений в Конституцию Республики Дагестан. Председатель Комитета по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Фикрет Раджабов рассказал о том, что в главный закон республики в связи с новыми нормами федерального законодательства предлагается внести изменения, связанные с расширением полномочий Народного собрания. В частности, с парламента будет согласовываться кандидатура при назначении на должность прокурора республики. Кроме этого, предполагается заслушивание ежегодных отчетов главы Республики Дагестан о результатах деятельности правительства, в том числе по вопросам, поставленным Народным собранием, а также предоставление информации о деятельности территориальных федеральных органов исполнительной власти в республике. Главным же вопросом повестки дня стал проект закона о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Председатель Комитета по бюджету, финансам и налогам Сейфуллах Исаков отметил, что при его подготовке ко второму чтению поступило 144 поправки и предложения от депутатов и органов местного самоуправления, большая часть из которых учтена и включена в проект. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства, министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Райудин Юсуфов отметил, что в проекте закона предусмотрено повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, подпадающим под майские указы президента России, и малооплачиваемым работникам, не вошедшим в эту категорию. Затем в рио министра финансов Юнус Адуев проинформировал об изменениях, произошедших в проекте закона за время подготовки его ко второму чтению. В обсуждении докладов приняли участие заместители председателя парламента Камил Давдиев, Махмуд Махмудов, председатель комитета Мусам Ашалиев, депутаты Мурзадин Авезов, Мухтар Пашау Маханов, Марат Асланов. В рио председателя правительства Абдусамат Гамидов дал разъяснение по поводу затронутых депутатами вопросов. Спикер парламента Хизри Шиксаидов поблагодарил депутатов и членов правительства за совместную плодотворную работу по подготовке проекта закона ко второму чтению. Что нам удалось сделать? Бюджет на 2018 год социальный, но вместе с тем и с элементами бюджета развития. В нем сохранены все социальные обязательства государства. Наиболее полном объеме предусмотрены средства на реализацию майских указов президента Российской Федерации. Очень важно, что нам сообща удалось повысить заработную плату низкооплачиваемой категориям работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие майских указов. Для себя мы определили это как основной приоритет бюджетной политики на следующий финансовый год. Повышение заработной платы – это и есть прямые инвестиции в экономику, что также способствует улучшению настроения людей. Растет покупательская способность, увеличивается сбор дологов, а следовательно их доходная часть бюджета республики. На повышение заработной платы малообеспеченным работникам бюджета предусмотрено 765 миллионов рублей. Такого не было ни в одном бюджете в предыдущие годы. А всего для повышения заработной платы в 7 категориях граждан предусмотрено более 7 миллиардов рублей, из которых 2,5 миллиарда рублей пойдет на повышение зарплаты работникам по майским указам президента. Далее сессия рассмотрела проект закона о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. С информацией по данному вопросу выступил председатель комитета Народного собрания по здравоохранению и социальной политике Висампаша Ханалиев. Председатель Народного собрания Хизри Шихсаидов выступил с докладом об основных итогах деятельности Народного собрания Республики Дагестан за 2017 год. Прошедший период был насыщен важными событиями, главным из которых назначение президентом Российской Федерации Владимира Владимировича Путина временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Владимира Абдуалевича Васильева. С первых дней Владимир Абдуалевич занимается решением наиболее острых и наболевших для Республики вопросов. Вместе с тем, с происходящими переменами должна усиливаться и роль Народного собрания, представляющего интересы избирателей, то есть всех дагестанцев. В отчетный период депутатский корпус занимался прежде всего вопросами своевременного и качественного законодательного обеспечения, проводимых в Республике преобразований, а также реализации положений послания президента Российской Федерации к Федеральному собранию. Продолжалась работа по реализации майских указов президента Российской Федерации. Приоритетным для нас было совершенствование законодательства в социальной сфере. Для повышения уровня жизни пенсионеров и определения социальной доплаты к пенсии установлена величина их праздничного минимума на текущий год. Благодаря усилиям депутатов удалось максимально поднять и увеличить до 8 680 рублей. Также на сессии были рассмотрены ряд законопроектов. Кроме этого депутаты обсудили и приняли примерную программу законопроектной работы и контрольной деятельности Народного собрания на 2018 год и утвердили примерный план проведения правительственного часа на сессиях парламента. С информацией выступил первый вице-спикер Сагид Ахмед Ахмедов. С завершения сессии Хизришик Саидов поздравил всех с наступающим новым 2018 годом. После завершения сессии депутаты прокомментировали ряд принятых законопроектов. Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Сейфлаг Исаков и председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Муса Мащелиев рассказали о принятом во втором чтении республиканском бюджете на 2018 год. Сегодня мы приняли главный финансовый документ нашей республики, от которого зависит благосостояние и социально-экономическое положение муниципальных образований и наших граждан. И принимая во втором окончательном чтении, нужно отметить, что ко второму чтению изменились в сторону увеличения все бюджетные назначения. Это связано с получением из федерального бюджета дополнительной помощи. Это говорит о большой поддержке исполняющей обязанности главы республики Дагестан. Также по нашим предложениям порядка 1 миллиард 290 миллионов рублей были увеличены и собственные доходы, которые все эти средства, естественно, были направлены на социальные нужды наших граждан. Что хочу отметить. В этом году обсуждение самого главного документа проходило в совсем другом, большом, широком формате. Такой практики не было, потому что на уровне уже до принятия первого чтения были проведены публичные слушания, где имели возможность не только наши депутаты, но и широкая общественность, общественное объединение внести свои предложения, по которым было также принято рекомендации публичных слушаний. Уже с учетом взятого старта в дальнейшем прошли большие обсуждения в комитетах. Были проведены многочисленные заседания, сформированные рабочие группы, по которым имелись разногласия во главе с Хази Исаевичем Шехсаидовым. Составлялись протоколы разногласия. И результатом такой кропотливой большой работы стало то, что сегодня мы, можно сказать, единогласно приняли за исключением нескольких голосов. В этом году мы очень активно поработали с правительством. Правительство было открыто для общения, для того, чтобы могло доказать каждую сумму, каждую денежку, которая есть в бюджете. Значит, очень хорошо мы поработали с Министерством экономики, по РИПу, по социально-экономическому развитию, по программам. Значит, Министр нам предоставлял все документы, где-то нам приходилось в споре, где-то доказывать. Но я думаю, что многие объекты, которые включены в программу социально-экономического развития, они дадут, во-первых, возможность тем ученикам, у которых не было нормальных условий, не было нормальной школы, где не было водопровода, где не было газопровода. В общем, программа очень такая социальная для того, чтобы наши программы социально-экономического развития Республики Дагестан, значит, которые позволят нашим жителям Республики получать в полном объеме те услуги, которые они должны получать. И привести к тому, чтобы наше незавершенное строительство, тоже его, привели к тому, чтобы оно было поменьше, чтобы завершенка, может, была меньше. Что касается по министерству имущества, имущественных отношений, там тоже проделана определенная работа. Значит, присмотрим денежный состав, чтобы мы могли те кадастровую оценку и оценку имущества, которые у нас есть по газовым системам, политическим, всем привести в порядок. В дальнейшем даст большой, значит, рост поступлений неналоговых платежей в бюджет Республики Дагестан. Следующий вопрос был по промышленности. У нас получается, что мы впервые обратили такое большое внимание к промышленности. Это, я думаю, с приходом нового исполняющего главы Республики Дагестан. И, я думаю, руководитель нашего парламента большое участие в этом оказал. Чтобы, значит, внимание промышленности поменялось, поменялось в промышленности. И в этом году в общей массе по промышленности заложено 100 миллионов. Я думаю, что с учетом софинансирования, значит, федерального уровня, там будут совсем другие средства. И я думаю, что и министры, и министерства поработают, чтобы развивалась наше министерство промышленности. И вообще наша промышленность была на достойном уровне. 22 и 23 декабря в Москве состоялся 17-й съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия». В работе съезда приняли участие временно исполняющие обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев и спикер Дагестанского парламента Хизри Шихсаидов, а также внушительная делегация от нашего региона. В рамках съезда проведены выставки партийных проектов, были организованы 7 дискуссионных площадок. По итогам обсуждения прошло заседание комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии. Один из главных вопросов, который обсужден на съезде, это утверждение основной модели предварительного внутрипартийного голосования. Также осуществлена оптимизация партийных проектов. Проведена ротация Генерального совета партии. Дагестан принимает участие полномасштабно, полноформатно. У нас, вот я посмотрел, специально будет 7 площадок. Нам есть всегда что рассказать по всем направлениям, об этом так. Я надеюсь, что мои коллеги больше будут смотреть на передовый опыт. Потому что делиться своим это очень хорошо, но еще, мне кажется, сейчас актуальней для нас, это посмотреть опыт тех, кто шагает впереди. Уважаемые телезрители, на сегодня у меня все. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин